Утро с Веснушкой и Кипитошей Тоже ребятам, которые попали в это шоу «Голос дети» С таким талантливым музыкальным наставником удалось поработать Я прошу прощения, я не наставник, наставники это мои коллеги А я осуществляю музыкальную поддержку для всех ребят, в том числе и для наставников Подождите, а вам что, не хотелось самому сесть в кресло? И тоже вот так разворачиваться, выбирать? Я не помню, по-моему, даже ни разу не садился, не пробовал, так сказать, повернуться на нем Но на самом деле это очень незавидная работа и очень непростая, и очень тяжелая работа Поэтому я не завидую нашим коллегам, а наоборот даже порой сильно за них переживаю Потому что не надо и делать выбор, а надо еще и готовить материал, надо готовить ребят И вот после того, как ты приготовил ребят, сделал с ними материал, потратил свои рациональные, душевные, эмоциональные силы После этого ты должен еще сделать выбор и от кого-то отказаться Ну да, это еще решать чью-то судьбу, получается Ну, в какой-то мере, да, ну, в принципе, все те наши замечательные ребята, которые приходят на этот конкурс, да, на голос Они, в общем-то, сознательно это делают, и они понимают, что они могут в любой момент оказаться, ну, так сказать, вне этого конкурса Да, мы смотрели, как они плачут потом, так жалко потом это все Но я считаю, что, кстати, вот голос «Дети», он даже еще тяжелее по своим внутренним правилам, чем обычный голос Давайте вы нам что-нибудь исполните, загадайте какую-нибудь песню, а мы с ребятами будем отгадывать Вот прямо вот там вот исходим Прямо вот там, да, у нас там такое почетное место Видите, мы принесли вам гамбанг Ребят, слушаем внимательно Так, и микрофон работает Угу Все? Да, а что? Это детская песня? Это самая детская песня Ага Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Ну, на Антошку, который идет копать картошку, не похоже Конечно Я вам советую даже не думать о том, как эта песня может называться и где она раньше исполнялась Она нигде не исполнялась, я только что ее придумал А-а-а! Как думаете, кто это? Это какая-то птичка маленькая Правильно, а это кто? Это медведь большой Композиция называется «Птичка и медведь» Птичка и медведь Как говорил великий Брюс Ли Неважно, с какой скоростью ты продвигаешься Главное, что ты продолжаешь идти вперед Спасибо большое За мудрый совет Сергей Сергеевич, спасибо, что вы пришли Примите, пожалуйста, от нас подарок Наш фирменный плед детского радио Спасибо Зима наступает, надо утепляться Вот Ну, так когда в следующий раз к вам можно прийти? А когда вы пожелаете Мы всегда вас ждем Нам очень понравилось Надеюсь, что вам тоже понравилась наша уютная студия Спасибо огромное вам Удачи вам, побольше сил И, наконец-то, как следует выспаться Отдохнуть на славу Потому что вы такой вот работяга настоящий Спасибо большое Всем ребятам и взрослым мы говорим Пока! Утро с Леснушкой и Кипитошей Детское радио!